всем привет сегодня будем закрывать на зиму кабачки которые как на вкус так и на вид очень напоминают консервированные ананасы для приготовления нам понадобятся молодые кабачки алыча сахар и питьевая вода точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео первым делом очищаем кабачки срезаем у них хвостики затем берем такую чистку для овощей и срезаем тоненько кожицу даже если у вас очень молодые кабачки лучше всего кожицу счистить так они будут больше похоже на ананас ты очистила полностью кабачок теперь будем нарезать его колечками толщиной около пол сантиметра теперь надо из каждого кружочка удалить семена сейчас я вот так их разложу можно просто вырезать ножом можно я вот такое приспособление все сделала обычная крышечка от бутылки продырявила что воздух не мешал и теперь вот так вот беру крышечкой и выдавливаю середине получается вот такой кружочек так поступаем со всеми кабачками теперь берем литровую чистую банку я ее не стерилизовала просто помыла вот такую шпажку это у меня палочка для суши можно взять для шашлыков без разницы вставляю ее сюда это для того чтобы наши кабачки ровненько улеглись туда и теперь нанизываю колечки кабачков на эту типажку так вот они укладываются немножко можно палочкой покрутить чтобы они выровнялись и не будут в такую одну стопочку лежать ну вот баночка уже полная до верху и кабачков наклала туда выровняла их и теперь немножко сдвигаю в сторону и заполняю пустоты сбоку алычой немножко алычи уже самый низ я накидала теперь можно сбоку взять и положить такое колечко для красоты чтобы наша закрутка выглядела красиво и продолжаю опять накидать алычу так же можно с другой стороны вставить и фиксируем алычой все ну вот я заполнила баночку доверху полностью алычой и кабачками такая красота вот у нас получилось теперь уже можно шпажку извлечь а в середину тоже поместить алычу протолкнуть можно баночка наша уже подготовлена отставляем берем следующую баночку и потому же принципа наполняем кабачками сначала кабачки а потом палычу баночки уже наполнены теперь берем сахар на каждую литровую баночку по полстакана сахара и засыпаем прямо в банку удобнее это делать ложкой чтобы не просыпать в банке наполнила прям доверху чтобы сахар легче проходил нет немножко посыпали затем подливаем водички водичка обычная питьевая комнатной температуры так пролили и опять сахар и теперь доливаем воды до самого верха то же самое повторяем со второй баночки сахар водичка немножко и опять сахар вот там высыпаем оставшийся сахар и доливаем воду теперь берем кастрюлю на дно укладываем тряпочку устанавливаем туда наши баночки с кабачками берем крышки я залила их кипятком сейчас их просто промокну от излишней воды бумажной салфеточка очень хорошо вытирается и накрываем баночки теперь надо залить банки обычной водой комнатной температуры до плечика в банку затем отправляем кастрюлю с банками на умеренный огонь огонь сильно делать не надо чтобы банки равномерно прогревались и ждем теперь пока закипит как только вода в кастрюле и в банках закипит засекаем время и стерилизуем ровно 15 минут 15 минут с момента закипания достаем теперь банки из воды аккуратно и закатываем ключом закатанные банки переворачиваем вверх дном и оставляем так до полного остывания вот и все домашние ананасы из кабачков готовы приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал